Хорошо, значит, тогда следующий наш докладчик Алексей Питальевич Контилеев. Я не видел, пожалуйста. Кредитат исторических наук, собственно говоря, соответственно, несколько иной взгляд на проблемы. И тема звучит «Христианские мучники и сакра». Так, ну, ребята, тоже регулируют. Да. Добрый вечер. Я благодарен за возможность выступить перед вашей аудиторией. Ну и постараюсь, говоря, по сути, о тех же вещах, что и Роман Викторович, показать чуть-чуть другой аспект этой проблемы. Роман Викторович философ. У него своя перспектива. Я историк. У меня перспектива своя. И, как заметил один выдающийся историк античной религии, это был Артур Дарбинок, рецензируя книгу Юнуса, что историк античной религии не может отвечать на загадки мироздания. Его дело более прозаично. Если Роман Викторович рисовал общую перспективу развития античной религии и античной философии, то я обращусь к одному совершенно конкретному сюжету, к вопросу восприятия фигуры Сократа ранними христианами. И постараюсь показать, что здесь при желании можно увидеть и чуть-чуть другую тенденцию, и чуть-чуть другие вещи. И там, где можно при одном ракурсе увидеть совершенно естественное продолжение античной традиции, изменение перспективы дает возможность увидеть инкорпорирование некого чуждого элемента в уже сложившуюся систему. Какой из этих ракурсов выбирать, дело наше. Это зависит от наших позиций, от вопросов, которые мы решаем, и от массы других факторов. Сократ – это икона античности. Сократ – это образцовый мудрец. Интерес к Сократу, кажется, не утихал никогда. Начиная с того момента, когда он только приступил к своей философской деятельности в Афинах, он очень быстро становится городской достопримечательностью. Может быть, это была не настолько яркая фигура, как Диоген Синовский, тот самый, что жил в Пучке, ходил по улицам с фонарем, и говорил, что он ищет человека, а когда говорили, что что ж ты ищешь, вокруг полно людей, он говорил, что ему нужен настоящий человек, а не мерзавцы вокруг. Но Сократ был очень знаменит. Слава его очень быстро перешла граница Афин, и такое ощущение, что многие, кто приезжал в Афины по делам, специально ходили на Сократа, так как мы ходим посмотреть на какого-нибудь актера в театр. Конечно, очень многим в славе своей речи Сократ обязан своей смерти. Именно смерть сделала из него этого самого языческого святого. Если бы Сократ бежал, если бы он покаялся перед Афинами, мы бы имели какой-то тип любопытного софиста, софиста, не похожего на других, софиста, который утверждал, что существует некая истина, в отличие от остальных. Но ничего бы о нем мы толком не знали. Вряд ли он бы стал так известен, хотя бы потому, что ничего не писал. Однако Сократ не бежал. Сократ остался в Афинах и выпил чашу цикута. Он это сделал совершенно добровольно, совершенно осознанно. Он говорил о несправедливости вынесенного решения и всячески показывал, что его жизнь есть образец служения богам и Отечеству, а не отдельным согражданам. Ну, знаменитое место из Апологии. Ну вот даже если бы, говорит Сократ устами Платона, даже если бы вы, о, граждане Афиняне, сказали бы мне, ну, хорошо, Сократ, на этот раз мы тебя прощаем, только не веди себя так больше и прекрати заниматься тем, что ты делаешь, то я бы вам ответил. Я вас очень люблю по сограждане и уважаю, и законы ваши я всегда соблюдал, но, однако, Бога я буду служиться больше, чем вас. И именно Бог заставляет меня заниматься тем, чем я занимаюсь. Сократ умер за свое убеждение. Сократ умер за ту волю, которую он называл волей Бога, и это превратило его в объект почитания и поклонения. Позже смерти Сократа будут подражать другие философы. Когда древние будут описывать смерть Зенона, не Зенона Стойка, а другого Зенона, будут описывать смерть Анаксарха, то параллели со смертью Сократа будут совершенно неизбежны. Некоторые философы, как, например, Сенека, прямо инсценируют смерть Сократа. Сенека пьет цикуту, однако держит при себе бритву, чтобы вскрыть лезвие, если яд будет действовать плохо или не подействует. Он собирает учеников и рассуждает с ними в момент своего самоубийства о бессмертии. То есть, очевидно, тоже параллель с сократической традицией. Фигура Сократа была очень популярна на рубеже веков и дальше. Это видно во всем, это видно в литературе. О Сократе постоянно вспоминают даже те немногие языческие авторы, сочинения которых до нас дошли в полном объеме. Это Плутарх, это Тацит, прямо сопоставляет смерть Сенеке и смерть Сократа. Тот же Тацит сопоставляет Сократам и смерть Тразея Пета, стоика. О Сократе говорят Дион Хризастон, Эпектет, Максим Тирский, Флавий Филострат и многие другие авторы. Если взять изобразительное искусство, то же самое. Масса изображений Сократа. Это и статуи, это и рельефы. Сократ появляется в самых неожиданных контекстах, включая даже саркофаги. Изображения Сократа появляются там не очень часто, но появляются и Сократ там изображается наравне с божествами. Это достаточно любопытный сюжет. Что касается христиан, то у христиан достаточно быстро Сократ находит свое место. Роман Викторович говорил о Юстине. Юстин говорит о Сократе как о христианине до Христа. И Сократ и Христос пострадали за правду, они принесли людям истину, и демоны стали причиной смерти и одного, и другого. Сократ отказывается от почитания старых языческих богов, чем показывает понимание того, что это боги неистинные, и демоны также на него открыли охоту и добились его смерти. Еще одна причина популярности Сократа, в отличие от других святых античности, но святых я произношу, конечно, в кавычках, таких вот культовых фигур, он не имел никакого отношения к политике. Кто такие прочие святые? Это философы Анаксарх и Зенон, которые тоже были казнены за правду, но их правда была политической. Они участвовали в заговорах против тирана, через что и пострадали. Катон-младший тоже образец верности своим убеждениям, но он оказался замешан в борьбу с Цезарем, а это не лучшая рекомендация для Римской империи первых веков. Санека тоже самое. Странные связи с Пизоном, странные отношения с Нероном. Сначала учитель, потом человек, который осуждал его. В общем, контекст такой неприятный. Тразея, Гильвидий, Приск или Аполлоний, Тианский, все они в той или иной степени противостоят императорам. Здесь есть несомненный политический контекст, которого Сократ лишен. И обращение к Сократу, ну что ли, безопаснее. При желании можно было сопоставить практически все, в чем обвиняли Сократа, включая растление молодежи, в том, в чем обвиняли христиан. Сократа обвиняли в том, что он растлевает афинское юношество, заставляя их отказываться от почитания отеческих богов и вводя богов новых. Но тут же можно вспомнить то, как христиан обвиняли в том, что они обращались к женщинам и к детям, поскольку, дескать, ни один образованный мужчина не стал бы слушать эти сказки. А вот только люди с неокрепшим разумом способны воспринимать это всерьез. То есть получается так, что с точки зрения христиан Сократ и Христос или Сократ и христиане делят одни и те же обвинения. Они оказываются наказанными за одно и то же, и таким образом подспудно языческая аудитория подводилась к мысли о том, что Сократ и христиане на одной стороне. Сократ и христиане, по сути, пострадали за одно и то же. И таким образом из этого уже момента можно было сделать целый набор выводов, начиная от того, что христиане, получается, тоже правду говорят, и заканчивая тем, что, может быть, и христиан не надо преследовать, чтобы они не стали настолько известны, как стал известен Сократ. Наконец, есть еще одна причина постоянного обращения христиан к Сократу. Это попытка представить христианство первых веков как некую философскую школу. Пусть плохенькую, пусть не похожую на остальные, но все-таки философскую школу. Христиане рассуждают о богах, христиане рассуждают о том, как устроен мир, христиане рассуждают о начале и причине мира, и в этом они похожи на философов. Это точка зрения не только христиан, но и язычников. Например, Галер, знаменитый римский врач II века, когда полемизирует со своими противниками, другими медиками, догматиками, которые упирались в тексты Гиппократа и не желали видеть ничего больше, он говорит, что послушать этих догматиков – это то же самое, что оказаться среди иудеев или среди христиан, у которых кроме своего авторитета ничего нет. А в другом месте он говорит о том, что христиане показывают пример того, как даже люди неграмотные и плохо образованные могут жить поистине философской жизнью. Да, христиане плохо образованы, да, они ничего толком не знают, да, они верят в странные вещи, но тем не менее они себя ведут как истинные философы. Они живут так, как надо, и, в общем, наверное, неплохо было бы и нам, язычникам, кое в чем у них получится. Однако отсылка к Сократу содержала в себе и ряд неприятных моментов для внутрихристианского употребления. Это такое настороженное отношение к философии. Роман Викторович только что говорил о том, как апологеты позитивно относятся к философии, но многие авторы относятся к философии в лучшем случае настороженно. Они видят в философии источник ересей. В первую очередь гностических. Но вот, например, тот же Тертулиан прямо говорит о том, что Валентин, гностик Валентин был продолжателем Платона, а учение Маркиона берет начало от стоиков. И здесь обращение к фигуре Сократа чуть-чуть приобретает не очень желательный оттенок, тем более что Евсей Викисарийский в церковной истории рассказывает, что у одной из сект были даже изображения Сократа наряду с изображениями других философов типа Аристотеля или того же Гиппократа, которым они поклонялись. Ну вот так вот обычно рассказывают о Сократе в литературе, посвященной раннего христианства. Говорят о том, что с одной стороны была преимственность образа, с другой образ вызывал некоторую настороженность. Однако я, как уже сам, хотел бы предложить чуть-чуть другой подход к этой проблеме и рассмотреть упоминания Сократа что ли, ну чуть-чуть с другой стороны. Дело в том, что когда мы говорим о христианской литературе, надо иметь в виду, что эта литература возникает не в вакууме. Эта литература возникает не только внутри какого-то общего умозрения, каких-то общих философско-религиозных течений, но и внутри определенной литературной традиции. Я постараюсь показать, как эта традиция усваивалась христианами и какие, что ли, этапы она проходила в своей истории. Вообще первые упоминания о Сократе появляются, как я уже сказал, во II веке. Некоторые ученые пытаются провести параллели между рассказом о смерти Сократа у Платона и сообщением Луки о казни Христа. Но так далеко мы забираться не будем. Кое-что можно увидеть у Павла, но это тоже достаточно такие двусмысленные намеки, которые можно так интерпретировать, а можно так и с ними и не поступать. Чутки Сократ по имени начинает упоминаться со II века. Традиционно принято делить позитивную и негативную традицию, но так делать, как мне кажется, не стоит. Почему? Потому что многие авторы отзываются о Сократе двояко, как, например, Тертулиан или Лактанций. В одном контексте они отзываются о Сократе вполне положительно, в другом, наоборот, уничижительно. Иногда это происходит в рамках одного и того же произведения. И тут встает вопрос, о какой группе их отнести. Я предлагаю рассматривать не творчество авторов не целиком, а отдельные упоминания о Сократе и классифицировать для начала их по типам. Это поможет нам впоследствии увидеть, как вот эти вот мотивы будут выплывать в контекстах совершенно, казалось бы, далеких от философского умозрения. Прежде всего, Сократ прославляется как мудрец, постигший истину. Юстин Мученик пишет о Сократе как христианине до Христа. Сократ живет согласно с Логосом и, как я уже говорил, через это и пострадал. Для Климента Александрийского Сократ — центральная фигура греческой философии. Именно у него все последующие философы берут основные свои положения. Климент старался показать знакомство Сократа с Ветхим Заветом и продемонстрировать, что Сократу было известно кое-что из иудейской религии. Тертулиан в апологетике отзывается о Сократе как о мудрейшем. Минус и Феликс называют Сократа первым из мудрецов. Следующий момент — отвержение Сократам языческих богов. Юстин видит в этом причину его смерти. Он отказался от демонов, и демоны наказали его за это. Тертулиан писал дословно, «Сократ был осужден потому, что приблизился к истине и не спровергал ваших богов». Лактанций полагал, что Сократ, отказавшись от изучения небесных вещей, тем самым утверждал, что не следует подчиняться религии. Особое внимание христиан привлекали странные клятвы Сократа. Сократ клялся то платаном, то собакой, вещами, которые не пользовались такой репутацией у древних греков. Все-таки одно дело — древний Египет, да, с культом собаки и других животных, и другое дело — это нормальная греческая религия. И Тертулиан, например, полагал, что это был особый способ оскорбить и унизить языческих богов. Наконец, казнь Сократа была самым известным образом смерти за свои убеждения, и многие соотносили афинского философа и христиан, а то и самого Христа. Юстин пишет дословно, что Сократ был обвинен в тех же преступлениях, как и мы, ибо говорили, что он вводил новые божества и не признавал тех, которых граждане почитали богами. Но Сократу, в отличие от Христа, никто не поверил так, чтобы умереть за его учения. Это уже в другом месте пишет Юстин. Афиногор отзывался о Сократе как о жертве в борьбе добродетели против порока. Тертулиан заметил, истину очевидно ненавидели и прежде, то есть всегда, и подчеркнул невозмутимость Сократа перед лицом смерти, несмотря на рыдание супруги, почти вдовы, и вид детей, почти сирот. Ориген в III веке пишет, что христиане учат и совершают богослужение тайно, так как опасаются наказания вроде того, которому подвергся Сократ, а в другом месте прямо сопоставляет Христа и Сократа. Смерть ужаснейшая выпала Иисусу, но тоже мы можем сказать и о Сократе, и об Анаксархе, и о многих других. В том же духе высказывались Апологеты Лактанций и Арнобий. Это что касается позитивного отношения к Сократу. Есть нейтральный контекст, лишенный каких-то оценочных суждений. Это нормальный историко-философский контекст, который появляется у Ипполита Римского. Ипполита Римский борется с ерисями, и начинает он с источников всех ересей, с философии. Он не борется с философами, он просто излагает философские учения, чтобы показать, откуда берутся сами ереси. И Сократ у него упоминается как ученик пифагорейца Архелая и учитель Платона, Ксенофонта или Антисфена. Время от времени всплывают какие-то отдельные анекдоты из жизни Сократа, известные по Платону, по Ксенофонту или по другим авторам, нам недоступным в настоящем. Стоит отметить, что в таком любопытном полемическом сочинении, как «Осмеяние языческих философов», приписываемому автору по имени Ермий, где осмеиваются все, кто только можно, о Сократе не говорится ни слова. О его предшественниках говорится, о учениках говорится, а о самом Сократе не сказано вообще ничего. Наконец, есть и негативная традиция. Тертулиан полагает, что мудрость Сократа не более чем желание сохранить невозмутимость перед лицом смерти. В увещевании к Элленам, которое приписано Юстину, но написано в III веке, уже точно после казни мученика, указывается, что последние слова Сократа «Время уже нам разойтись, мне, чтобы умереть, а вам жить, но никто, кроме одного бога, не знает, кому предстоит лучшая доля», показывают, что он искренне признается в незнании истины. Феофил заявляет о бесполезности его мудрости, а Лактанций, хотя и признает Сократа разомнее прочих, но считает того человека, кто находит его мудрецом, безумным. Отвержение его мудрости – это результат переосмысления Сократа к традиционной религии. То, что одни считали отказом от язычества, другим казалось доказательством его идолопоклонства. Объектом критики становились последние слова философа о том, что мы должны асклепию петуха. Критиковали клятвы с животными и растениями. Особого интереса заслуживает обвинение Оригина в том, что Аполлон назвал Сократа мудрейшим из-за того, что Сократ принес ему обильные жертвы. Отдельного внимания удостоился знаменитый демон Сократа. Тоже налицо связь с языческими богами. Наконец, некоторые писатели обличали морально недостаточность Сократа. Его связи с юношеством, его странные высказывания и так далее. В целом, можно сказать, что здесь отношение христианских писателей к Сократу вполне находится в русле античной традиции. Тут я чуть-чуть не рассчитал время, поэтому если есть какие-то вопросы, то я готов на них ответить отдельно. Сократ трижды появляется в таком странном для него контексте, как христианские мученичества. Первый раз имя Сократа упоминается в актах Аполлония. Мученичество Аполлония относится к времени Коммода. Это 180-е годы. Аполлонию дает возможность произнести речь в свою защиту. И Аполлоний упоминает клятву Сократа платаном и собакой в насмешку над афиненами. И во втором месте Аполлоний сопоставляет Сократа и Христа. Как Сократ был несправедливо осужден афинскими сикофантами, так и спасителю вынесли приговор преступники и нечестивцы. В обоих случаях пример Сократа используется в позитивном ключе. Возможно, Аполлоний пользуется образом философа как примером, понятным для его аудитории. Он заставляет слушателей уподобить себя Сократу, чтобы задуматься о том, что происходит и какую роль они играют в происходящем. Второй случай связи мученика и Сократа Сократа – это мученичество пресвитера Пиония. Это Смирно, 250-й год, это гонение Деция. Руфин, такой человек из толпы, Риттер, обращается к Сократу. Он обращается к Пионию, он слушал его речь, он слышал его ответы и призывает его не пустословить. Он пытается его убедить, совершить отступничество. Пиония отвечает ему, вот это вот и есть твое ораторское искусство, вот это вот и есть твои книги. Такого и Сократ от Афинины не претерпел, а сейчас все вокруг, Аниты и Милеты. Неужели Сократ, Аристит и Анаксар и все остальные пустословы, так как философия, справедливости и стойкости упражнялись? В третий раз Сократ появляется уже в 3-м веке, в 4-м веке. Это гонение Диоклициана, это Египет, 306-й год, Филеос, епископ египетского городка Тмуэте. У нас есть отдельно акты Филеоса и есть рассказ о нем у Евсевия Кисарийского. Сами его акты носят краткий характер, который объясняется тем, что это не первый допрос. Они уже имели дело с наместником и наместник понимает, что его не образумить. Здесь уже обмен простыми формальностями перед вынесением приговора. Кульциан сказал, это самый наместник, а сейчас соверши жертвоприношение. Филеос ответил, нет, не совершу, я берегу свою душу. Христиане не единственные, кто бережет душу, такие есть и среди язычников. Возьми Сократа, например. Когда его ввели на казнь, хоть и стояли рядом его жена и дети, он не повернулся, но с охотой принял смерть. При анализе этих пассажей, я перехожу уже к заключению, бросается в глаза то, что они, все они, имеют параллели в сочинениях христианских писателей. Мученики обращаются не к каким-то уникальным событиям, а все эти обращения имеют параллели. У Тертулиана, у Юстина, у Аристида, у Орегина, у других авторов. Такое ощущение, что они были знакомы с тем, что рассказывают о Сократе, не по сочинениям Платона и Ксенофонда, а именно по христианской литературе. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. Все упоминания о Сократе в христианской литературе, они достаточно однотипны. Все они, опять-таки, имеют параллели в литературе языческой, и мы видим, как существуют некие центры, вокруг которых концентрируются упоминания о Сократе. И языческие, и христианские. Это волей-неволей ставит вопрос о том, откуда сами христианские авторы брали свои сведения о Сократе. Люди, безусловно, образованные вроде Орегина, там неловко подозревать их в том, что они не читали Платона или Ксенофонда. Ну а остальные-то? Вот эти вот апологеты, которые, безусловно, были людьми образованными, но насколько? И здесь возникает ощущение того, что они знакомились с Сократом по христоматиям. В античности существовали сборники изречений по разным поводам. О душе, о вечности мира, о тварности мира, о нетварности мира, о времени и так далее. И вот эти вот сборники изречений как раз могли и стать источником знаний апологетов. Ну вот, скажем, в чем-то это можно сравнить с теми сборниками афоризмов, что ходят и имеют хождение и в наше время. Последний момент, уже совсем последний. Насколько действенным оказалось обращение к Сократу для мучеников? Ну, те персонажи, о которых мы говорили, да, понятно, что это не возымело успеха, иначе мы бы не говорили о них как о мучениках. Дело не только в этом. Дело в том, что если обратиться к реальным египетским папирусам, судебным, и просто их просмотреть, там нет обращения к Сократу. Если мы начинаем смотреть на политические речи, которые приводит Тацит, там, где, казалось бы, обращение к Сократу должно быть, там его тоже не оказывается. Однако, у нас есть несколько сочинений, в которых обращение к Сократу происходит, и это сочинение, это чистая литература. Это Лукьян, это Флавий Филострат, жизнь Аполлония Тианского, это очень красивый роман о жизни философа него-пифагорейца. И вот там, как раз в этом контексте и идёт обращение к Сократу. И такое ощущение, что здесь христиане, ну вот как-то, может быть, это моё предположение, здесь я не могу совершенно утверждать, что это так, что христиане в большей степени находились под обаянием этих самых примеров античной литературы, больше, чем даже античной философской традиции и тем более современной юридической практики. Но я прошу прощения, что несколько превысил регламент. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Употреблялось слово «развращение» в глаголах. Хотелось бы спросить в греческом тексте аналога «Погония» и, соответственно, «Погония», какие вчера как раз слышали чтение «развращение», то, что Иисус развращал людей в симметрионии и двеней. В греческом тексте это одно и то же слово? Имеет ли оно один и тот же смысл или совершенно разное? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос точно, но и там, насколько я помню, или точнее говоря, как мне кажется, используются глаголы, которые можно понимать именно так, именно как «развращение», «растление», но понятно, что и там, и там имеется в виду моральная порча скорее, нежели физическая. Ну да, то есть растление да, в смысле интеллектуальная порча. Так, давайте отдавляемся 5-7 минут, выпьем чай, разобнем ноги и перейдем с этим.